Приглашаем вас на проповедь доктора Крефла Доллара. 3 Иоанна, стих 2. Давайте прочтем 2 стих вместе. Готовы читаем. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». В расширенном переводе это звучит так. «Возлюбленный, молюсь, чтобы у тебя было отличное здоровье, и ты преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Мы понимаем, что человек является троичным существом. Мы знаем, что человек — это дух, имеющий душу и живущий в физическом теле. Неправильно говорить, что у человека есть дух. Человек и есть дух, созданный по образу Божьему. Бог сказал, сотворим человека по образу нашему. Библия утверждает, что Бог есть дух. Он создал человека по образу Своему. Мы и есть дух. Человек есть дух. Он обладает душой и живет в физическом теле. Когда человек умирает, его дух и душа выходят из тела, а тело возвращается в прах земной. Сегодня нашей темой будет сфера, называемая душой. На протяжении многих лет религиозная традиция использовала слова «дух» и «душа» как взаимозаменяемые понятия, словно они значат одно и то же. Но на самом деле это не так. Человек является духом. У него есть душа. Душа включает в себя разум или мышление, волю и эмоции. Разум, воля и эмоции. Это три составляющие нашей души. Мы должны понять, что очень важно привести свое мышление в соответствии с Божьим Словом. Иначе говоря, если вы не читаете Библию, если вы не размышляете над Божьим Словом, и если не понимаете, что это слово говорит, скорее всего, ваше мышление будет соответствовать мирскому мышлению, а не библейскому взгляду на порядок вещей в мире. Когда ваше мышление соответствует Божьему Слову, тогда вы можете пребывать в Духе, потому что пребывание в Духе — это образ мышления, соответствующий Слову. Дела плоти — это образ мышления, противоречащий Божьему Слову. Вы должны понимать, что когда мышление человека соответствует Слову, тогда и вся жизнь в его будет соответствовать, потому что каковы мысли человека в сердце таков и он. Это так просто. У вас есть сложившееся мнение о различных предметах и явлениях, и эти ваши мысли и образ вашего мышления будут направлять вас по жизни. Вы должны понимать, что ваше мышление должно быть приведено в соответствии с Божьим Словом. Но если вы не читаете Библию, не вникаете в Слово, тогда как вы можете надеяться на то, что будете мыслить в соответствии со Словом? Недостаточно только приходить в церковь или просто смотреть мои передачи по телевизору. Возьмите Библию в руки и читайте ее сами, чтобы у вас не осталось сомнений в том, во что вы верите. Аминь? Безусловно, мышление является частью души, и воля также является частью души. У нас есть право принимать самостоятельные решения, и мы можем выбирать. Мы можем выбирать между жизнью или смертью, благословением или проклятием, процветанием или бедностью. Выбор за нами. Мне нравится, что Бог сказал во Второзаконии. Он сказал, «Я предлагаю тебе жизнь или смерть, благословение или проклятие, и далее мое толкование продолжения. Если ты настолько глуп, что сам не можешь выбрать, я тебе советую выбрать жизнь, чтобы ты и потомки твои процветали. У нас есть свобода выбора, и жизнь — это последовательность решений. Вам придется выбирать, и вы должны принимать решения в соответствии с Божьим Словом, чтобы ваша жизнь соответствовала Божьему Слову». Но в душевной сфере есть еще один элемент, о котором не часто говорят в церквах. Это наши эмоции и наши чувства. Пожалуйста, поймите, что мы должны научиться владеть собой. Мы должны научиться контролировать собственные эмоции. Если мы не научимся владеть своими эмоциями, они овладеют нами. Мы уже отмечали ранее, что все эмоции дал нам Господь. Мы обладаем эмоциями, но, к сожалению, бывают моменты, когда они обладают нами. Это и становится причиной проблем. Проблема не в том, что у вас есть эмоции. Создавая вас, Бог вложил в вас эмоции. Проблема возникает тогда, когда вы позволяете этим эмоциям управлять вашей жизнью. Бог создал вас для того, чтобы вы управляли обстоятельствами своей жизни, а не для того, чтобы обстоятельства вели вас куда-то. Но если вы не управляете своими эмоциями, то жизненные ситуации будут вести вас. Вы были созданы по Божьему образу, чтобы являться отражением Его силы. Вы созданы по образу Божьему, чтобы являться отражением Его любви. Мы созданы по образу Божьему, чтобы являться отражением Его власти на этой земле. Послушайте меня. Все это начнется, когда вы начнете властвовать над своими эмоциями. Все это начнется в сфере наших эмоций. Все это начнется с души. В 3 Иоанна 2 очень ясно сказано, что преуспевание вашей души определяет преуспевание всей вашей жизни. И если вы позволяете своей душе и своим эмоциям противоречить Божьему Слову, ваша жизнь также будет противоречить Божьим установлением. Итак, Бог создал нас, чтобы мы владычествовали, так же, как и Он владычествует. Однако, будучи не в состоянии владеть собой, мы стремимся обрести власть над другими людьми, чтобы восполнить пробел в ощущении господства, стремления к которому вложил нас Господь. Бог дал нам власть, дал господство над рыбами морскими и птицами небесными. Он дал нам право господствовать над всем, что Он создал. Но Бог не дал нам право контролировать людей. Послушайте меня внимательно. Если вы не умеете контролировать себя, вы будете стремиться контролировать других. Нам нужно быть осторожными в своих супружеских отношениях и не допускать того, чтобы мы контролировали друг друга. Например, бывает, когда муж стремится контролировать то, во что одевается его жена. Он желает управлять деньгами в доме, старается контролировать то, куда она ходит и куда не ходит. И это неправильно. Неправильно господствовать над другим человеком. И я знаю, мужчины иногда считают, что у них есть на это право, потому что они являются главой в семье. Но мужьям нужно понять, что, возможно, они пытаются контролировать свою жену, потому что не в силах контролировать что-нибудь другое в себе. Возможно, вы не в состоянии обуздать какие-то свои страхи. Возможно, вы не можете сдержать какие-то эмоции. Возможно, вы не в состоянии сдержать свой гнев. Тогда у вас будет желание контролировать другого человека, Если в вашей жизни есть что-то, над чем вы не имеете власти, вы будете стремиться заполнить этот пробел желанием управлять другими. И вот что бывает, если кто-то стремится контролировать вас, неважно, муж вы или жена, это почти то же самое, что физическое насилие. Это унижает, это лишает вас самоуважения. У вас появляются все эти неприятные чувства, потому что Бог никогда не хотел, чтобы один человек господствовал над другим. И брак не является оправданием или лицензией на господство друг над другом. Вам нужно пересмотреть свое отношение, сесть и подумать вместе. Давай сообща придумаем план, давай согласимся, что будем исполнять этот план, и тогда не будет необходимости стараться подчинить себе другого или манипулировать другим с помощью гнева. Вот что такое гнев. Это попытка манипулировать друг другом. И так мы должны понять, что нам нужно учиться владеть собой и своими эмоциями. И речь не о том, что нам пора избавиться совсем от всяких эмоций. Это значит, что мы должны учиться владеть собой и в любой жизненной ситуации уметь держать свои эмоции под контролем. Бог заложил в нас потребность выражать страсти и эмоции, но грех, дьявол и проклятие извратили эти эмоции и превратили их в оружие, которое причиняет боль нам и людям вокруг нас. Мы должны понять, насколько важно научиться управлять своими эмоциями. Люди, которые стараются господствовать над другими, это люди, которые не могут совладать с собой, и это проявляется в том, что они не в состоянии сдерживать свои чувства и эмоции. Нет ничего плохого в стремлении к власти. Вопрос в том, над чем вы стремитесь обрести власть. Когда вы возьмете под контроль свои мысли... Поймите, друзья, вы стремитесь управлять другими из-за своего образа мышления. Возможно, этот образ мышления достался вам от родителей или от кого-то еще. Но когда вы возьмете под контроль свои мысли, тогда и ваши эмоции последуют за вашими мыслями. Если ваше мышление соответствует Божьему Слову, тогда и ваши эмоции придут в соответствии с Божьим Словом. Вот как это действует. Ваши мысли, соответствующие Божьему Слову, приведут к тому, что и ваши эмоции будут соответствовать Слову. Итак, порядок таков. Божье Слово, затем ваше мышление и, наконец, ваши эмоции. Если ваши мысли противоречат Писанию, то из-за этими неправильными мыслями последуют и ваши эмоции, а они, в свою очередь, заведут вас туда, где вам совсем не понравится. Но если вы можете контролировать свои эмоции, вы можете контролировать почти все. И я с такой страстью проповедую на эту тему, потому что я хочу, чтобы вы смогли исполнить все, к чему вас призывает Бог. Но это у вас не получится, если вы не контролируете свое поведение, не контролируете свои эмоции. Вам нужно узнать, что Писание говорит на этот счет. Итак, Притча, 16 глава. Давайте откроем этот отрывок. Мы уже его видели. Притча, 16 глава, 32 стих. Если вы можете контролировать свои эмоции, вы можете добиться абсолютно всего. Если вы можете контролировать свои эмоции, вы можете добиться абсолютно всего. Если вы можете контролировать свои эмоции, вы можете добиться абсолютно всего. Если вы можете контролировать свои эмоции, вы можете добиться абсолютно всего. А теперь скажите вы, если вы можете контролировать... Вы можете добиться абсолютно всего. Аминь. Притчи 16, 32 стих. Прочитаем вслух вместе готовы. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Фраза «владеющий собой» — это перевод еврейского слова «рухок». Это означает «разум», «память», «мнение», «принятие решений». Поэтому правильно было бы перевести эту фразу так. «Владеющий своей душой» или «владеющий своим разумом и эмоциями, сильнее завоевателя города». Обратите внимание, друзья, что человек, который может совладать со своими чувствами, значительно сильнее армии, способной завоевать город. Если вы в состоянии совладать со своими эмоциями, значит, вы сильнее армии, способной завоевать город. А человек, находящийся во власти своих эмоций, подобен человеку, захваченному армии. То, о чем я сейчас с вами говорю, крайне важно. Понимание этого вопроса может преобразить всю вашу жизнь. Итак, мы пришли к тому, что прежде всего вы можете управлять своими эмоциями. Скажите вслух, «Я могу управлять своими эмоциями». Скажите, «Я обладаю эмоциями, а не они обладают мной». Когда вы обретаете власть над своими эмоциями, у вас появляется сдержанность. И сдержанность — это признак благочестия, это сила, данная нам Богом для того, чтобы наша жизнь развивалась в правильном направлении. То есть в нашей жизни появляется самоконтроль. Сдержанность — это самоконтроль. Если вы сдержанный человек, вы не позволите эмоциям перевернуть вашу жизнь вверх дном. Если детально разобрать слово «эмоции» и изучить его происхождение, то мы увидим, что его корень происходит от латинского слова «движение» или «двигать». И тогда мы видим его значение по-новому. Латинская приставка «э» значит «от» или «далеко», а корень переводится «движение». И тогда нам понятно, как действуют эмоции. Они стремятся сдвинуть нас куда-то и от чего-то. Эмоции — внутренние чувства, переживания, вызванные болью или удовольствием. Внутренние чувства, вызванные болью или удовольствием, которые стремятся заставить вас двигаться в том или ином направлении. Чувства, которые стремятся заставить вас двигаться в том или ином направлении. Я уверен, что многие из вас об этом и не думали. Но давайте подумаем о цели эмоций. Какова их цель? Их цель — заставить вас двигаться в том или ином направлении. Когда вы пребываете в Божьем Слове, у вас будут святые эмоции, и они будут вести вас в направлении, которое соответствует Божьему Слову и ведет вас к Божьему предназначению. Но когда вы позволяете своим эмоциям удаляться от Божьего Слова, у вас будут негативные эмоции, которые уведут вас из Божьей воли и Его цели для вашей жизни. Слово «эмоции» подразумевает движение, движение души или разума, перемещение, изменение, а не бездействие. Эмоции — это движение. Вы должны кое-что понять. Эмоции — это плохой локомотив, но отличный прицеп. Нельзя допускать, чтобы эмоции тянули за собой всю вашу жизнь. Нельзя допускать, чтобы эмоции вели вас за собой. Да, они часть вашей жизни. Бог дал их вам. Но вспомните, что они из себя представляют. Это внутреннее переживание, чувства. Эти чувства вызваны либо болью, либо удовольствием. Это голос тела, который велит вам идти в том или ином направлении. Разве вы не видите дьявола, который злорадствует? «Ага, может, у меня и нет своего собственного тела, но через эмоции я могу заставить вас делать то, что я хочу». Вот так сатана пытается проявиться в вашей жизни сильнее всего. Через образы, которые он пытается внушить вам, через мысли, которые он пытается вложить в вас. Потому что если он сможет соблазнить вас через ваши чувства и эмоции, он сможет увести вас от Божьей воли для вашей жизни. Вы видите, к чему я веду вас? У нас есть прекрасный пример. Это Иисус. Откройте Евреям 4 главу. Откройте Евреям 4 главу. Вы должны понимать, что у Иисуса были эмоции, но эти эмоции никогда, никогда не обладали им. У него были эмоции, но он никогда не шел на поводу у своих эмоций. Он никогда не позволял эмоциям уводить его от Божьей воли. Обратите внимание на то, что он сказал. Евреям 4 глава. Вот что он сказал. «Если вы открыли этот отрывок, скажите аминь. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в чем? В немощах наших. Но который что? Подобно нам, искушен во всем, кроме греха». А теперь в расширенном переводе. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам, понимать нас и разделять наши чувства в немощах наших, слабостях, искушениях, но который был искушен всеми искушениями, которыми мы искушаем, и тем не менее не согрешил». Иначе говоря, Иисус прекрасно понимает, с чем нам приходится сталкиваться. Он также прекрасно понимает, что мы чувствуем. У него были все эти чувства. И в этом различие. У него были все чувства, но эти чувства никогда не владели им. У вас никогда не будет эмоций, которые однажды не испытал бы Иисус. Он поймет любое ваше чувство. Но знаете что? Он никогда не давал власти этим чувствам. Никогда. Он никогда не давал власти этим чувствам. Не давайте власти своим чувствам. «О, мне так хочется пристрелить кого-нибудь сейчас. Не поддавайтесь этому». «Я бы сейчас выругал кого-нибудь матом». «Не поддавайтесь этому настроению». «Я бы сейчас курнул травки». «Не поддавайтесь этому настроению». «Я совсем не прочь изменить своей жене». Не поддавайтесь этому, потому что вы не обязаны подчиняться этим чувствам и настроениям. Не давайте власти своим чувствам только потому, что они у вас появились. И церковь сказала «Аминь». А теперь прочтем Марка, глава 14. Может ли Крефла Доллар выдать всю эту серию учений за один час? Здесь мы видим Иисуса в Гефсиманском саду. Давайте еще раз прочтем стих 32. «Пришли в селение, называемое Гефсиманией, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой у Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя оскорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». «И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей». В расширенном переводе стих 33 звучит так. «И взял с собой у Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, переживать, и впал в депрессию». Стих 34, «И сказал им, «Мне так тоскливо и грустно, что это почти убивает меня». В прошлый раз я говорил о том, что горе и сильные эмоции могут остановить нас на пути к Божьей цели. Вы должны понимать, что Иисус уже видел впереди Свой крест. Иисусу надлежит разрушить дела дьявола и греха. «Иисус был рожден для того, чтобы взойти на тот крест». Сатана говорит, «Мне нужно его остановить». Посмотрите, что он делает с Иисусом. «Все бесы ада, приходите в Гефсиманский сад, давайте повлияем на его эмоции, и, возможно, нам удастся увести его от Божьей воли для его жизни». Заметьте, что Иисус был атакован всеми этими эмоциями и чувствами, но Он не дал им власти. Как Он сражался? Он сражался так, что вместо пота у Него выступала кровь. А ведь вы еще никогда не потели кровью. Он говорит, «Противостаньте своим чувствам, а вы даже пончику противостать не можете». А пончики лежат на столе. «Я не буду есть эти пончики». «Я не буду есть эти пончики». «И дьявол тут как тут». Если съешь половинку пончика, получишь половину калорий. «Вспомни, ведь ты сегодня ел только один раз». Кроме того, всегда можно сжечь калории упражнениями. Видите, что происходит? Это и есть огненные стрелы, которые пускают вас в дьявол, стараясь заставить вас подчиниться чувствам, вместо того, чтобы послушаться доводов здравого рассудка. И вот через минутку вы уже проглатываете один пончик и говорите, «Могу съесть еще один?» «Это же не двенадцать». Он уже вас соблазнил, и таким же образом он проникает в другие сферы вашей жизни. Также он пытался заставить Иисуса отдалиться от Божьей воли для его жизни. Он пытался соблазнить его через чувства. Он воздействовал на его чувства. «Я заставлю тебя уйти от Божьей воли для твоей жизни. Я сделаю так, что ты не взойдешь на крест и не умрешь. Я вгоню тебя в депрессию и заставлю пойти на поводу у твоих эмоций. И ты скажешь, «Нет, я не буду умирать на этом кресте. Найди кого-нибудь другого». Также он нападает и на вас, стараясь увести вас от Божьей воли для вашей жизни через ваши эмоции, через ваши чувства. Он хочет заставить вас по собственной воле оставить Божий план и подчиниться власти эмоций. И вы должны проснуться и увидеть это. Вот вы. Вы любите Бога. Вы изучали Слово, вы правильно жили, вы поступали правильно, и кто-то врезался в вашу совершенно новую машину. Вы знаете, что нужно пребывать в любви, вы знаете, что нужно побеждать зло добром, вы знаете этого парня. Вы все это знаете, но тем не менее, вы скакиваете из машины, и ваши эмоции говорят, «Неужели ты допустишь, чтобы этот тип так с тобой поступил? Это же твоя новая машина!» Какое неуважение! Это слова дьявола. И потом вы теряете контроль над своим языком, а Библия говорит, «Если можешь управлять языком, можешь управлять всем своим телом», и вы открываете рот, «И, пошло, поехало, ты ударил мою машину, ты что, совсем ослеп?» А вы приближаетесь к этому парню, и бах, бьете его по лицу, приезжает полиция, и вас арестовывают, потому что, хотя в аварии виноват другой, это не дает вам права избивать его. Вас сажают в КПЗ, а потом по каким-то техническим причинам вас задерживают еще на пару дней, а потом не могут выпустить вас под залог, потому что судья в отпуске. А потом вы теряете работу, у вас теперь нет работы, а вам нужно платить кредит за машину, за дом, у вас жена и дети, вас увольняют, ваша жена бежит к маме, потому что вы больше не можете ее прокормить, потому что она была голодной, когда вы ее встретили, и она до сих пор не доедает. Теперь вы оказались вот здесь, а воля Божья вон там, и вы пытаетесь понять, «Как я оказался здесь?» Вы передали власть над своей жизнью, своим эмоциям. Не говорите мне, что это не важно. Иисус показал нам, как поступать в таких случаях, потому что в следующем, 35-м стихе, говорится о том, как Он поступил, когда Его эмоции подверглись нападению. Первое, Он продолжил путь. Второе, Он продолжал молиться. Скажите, молиться. На самом деле, вы знаете, что говорит Божье Слово, и в этом преимущество любого христианина. Мы знаем, что говорит Слово, и когда чувства пытаются завладеть нами, мы можем взглянуть в Слово и узнать, какова воля Божья. Некоторые из вас, проснувшись, сказали, «У меня нет настроения сегодня идти в церковь». Если вы пребываете в Слове, вы знаете, что Библия говорит, «Не оставляйте собрания верующих», и поэтому вы все равно пришли в церковь. Кто-то говорит, «Мне больше не хочется давать десятину», а Слово говорит, «Принесите все десятины в дом хранилища». Вам нужно знать волю Божью. Сатана пытается увезти вас от Божьей воли для вашей жизни, а вы позволяете ему уводить вас все дальше от Божьей воли для вашей жизни. Божья воля написана для вас черным по белому в 66 книгах, а вы все равно позволяете этим чувствам уводить вас от Божьей воли. Пора с этим покончить, друзья. Сколько это будет еще продолжаться? То же самое, снова и снова. Он управляет вами, как марионетками на веревочках. То, как мы поступаем с нашими эмоциями, определит, будет ли в нашей жизни благословение или проклятие. Как вы поступаете со своими эмоциями? Сущность проклятия, которая вошла в мир, когда Адам согрешил, заключается в том, что Адам подчинился власти своих эмоций. Вот что произошло, когда он согрешил. То яблоко, извините, тот плод, тот плод... В Библии не говорится, что это было яблоко. Это мог бы быть и арбуз. Или баклажан, понимаете? Этот плод был очень привлекательным, и они пошли на поводу своих эмоций, позволили им управлять своей жизнью, и были прокляты. Это проклятие власти эмоций над ними. И вы должны научиться, как властвовать над своими эмоциями, потому что это определяет, будет ли в вашей жизни благословение или проклятие. Благословение или проклятие зависит от того, как вы можете управлять своими эмоциями и чувствами. Поверьте в это. Все именно так. Все именно так, друзья. У каждого из нас бывает искушение поддаться чувствам, которые возникают у нас по субъективным причинам, а не по объективным. Мы говорили о трех факторах, которые позволяют принимать правильные решения и избегать принятия решений на эмоциях. Эмоции — это источник греха в нашей жизни. И мы должны научиться контролировать эмоции. Аминь? Мы говорили о причинах. У негативных эмоций есть причина. И эта причина одна. Любое негативное чувство возникает из-за ощущения бессилия. Это и есть основная причина. Это и есть основная причина. Это корень. Ощущение бессилия. Многие люди отдают свою жизнь во власть эмоций, потому что они считают, что ничего не могут изменить в своей жизни. Есть три сферы, где сатана пытается убедить нас в бессилии и неспособности что-либо изменить. Он старается убедить вас в том, что вы бессильны изменить свой характер. Он желает убедить вас в том, что вы бессильны изменить свои обстоятельства. Он стремится убедить вас в том, что вы не в состоянии избавиться от своих слабостей. Будьте искренними и повторяйте за мной. У меня есть власть. Менять обстоятельства. Избавляться от слабостей. Изменять свой характер. Поймите, что Бог дал вам эту власть. Откройте Луки 10 главу. Бог дал вам власть. У вас есть власть над вашими эмоциями. У вас есть власть над вашими чувствами. Вы должны воспользоваться этой властью. Больше не позволяйте дьяволу убеждать вас в том, что вы ничего не можете изменить. Прямо сейчас повернитесь и скажите двум людям, я больше никогда не буду обижаться. Я покажу вам, как не допускать обиду в свою жизнь. Прежде всего, нам нужно перестать оглядываться на свое прошлое. Я не оглядываюсь на свое прошлое. Я новое творение во Христе. Мне нравится пример апостола Павла. Хотя он был повинен в смерти многих христиан, он говорил, «Я никому не сделал зла». Точка отчета для него был день, когда он родился свыше, а не прошлое с его обидами и болью. Вы должны забыть обиды, нанесенные вам. Вы должны забыть их и должны сделать это сегодня. Не имеет значения, что люди причинили вам. Значение имеет ваше отношение к этому. И мы должны добиться того, чтобы мы больше никогда не ощущали обиды. Поймите, что обида причиняет вам боль. Забудьте, что люди сделали против вас. Забудьте все то зло, которое вам причинили люди. Возможно, ваш отец домогался вас. Вам нужно выбросить это из головы. Возможно, ваши дети не навестили вас в Рождество. Не думайте об этом. «Этот парень обещал меня взять в жены, подарил колечко, а потом женился на другой». Да выбросьте все это из головы. Представьте, как вы берете в руки все эти разрушения, всю эту боль, все эти прошлые обиды и оскорбления. Положите все это на ладонь. Сожмите ладонь в кулак. Аллилуйя, сейчас мы сделаем вот что. Возложите все заботы на него, потому что он печется о вас. Да, вот так. Ушло, ушло, ушло. Это действие вашей веры. Нам приходилось общаться с обиженными людьми. И мы заметили, что есть некоторые моменты, которые их всех объединяют. Я назову четыре пункта, которые я упоминал ранее. Мы заметили, что с обиженными людьми неприятно общаться. Мы заметили, что они всегда говорят о своем прошлом. Мы заметили, что они всегда требуют, чтобы их понимали с полуслова. Они всегда выставляют свои эмоции на показ, чтобы вы о них спросили, а затем рассказали бы о них другим. Второе. Обиженные люди полны злобы. Обида ведет к злобе, которая, если обращаются внутрь человека, становится депрессией. Что такое депрессия? Депрессия — это гнев, обращенный внутрь. Обида приводит к злобе. Корень обиды — страх. И корень злобы — страх. Обида превращается в гнев, который, если мы загоняем его внутрь себя, приводит к депрессии. Когда нас обидели, мы злимся, потом начинаем жалеть себя, а потом уже не в состоянии противиться негативным чувствам. Вы злитесь, вы в депрессии, вы жалеете себя, и потом теряете способность бороться с негативными эмоциями. А потом просто сдаетесь во власть этих эмоций. Если так, то почему бы не сделать что-нибудь, что поднимет вам настроение? Но вы просто отдаетесь своим эмоциям, и ваша жизнь катится под откос из-за злости и депрессии. Вот что происходит, друзья. Вы говорите, «Пожалуй, мне следует покурить травки». И я знаю, что я христианин, но мне так плохо сейчас. Вы зависимы от своего настроения, и оно подавляет вас, загоняет в стресс и депрессию. А стресс является основной причиной преждевременной смертности. Вы должны принять решение, что перестанете и дальше тащить эту тяжелую ношу. Друзья, не допускайте стресса. Ничего страшного с вами не происходит, но вы идете домой, и у вас трясет, у вас стресс. У вас вся жизнь впереди. Никто не обещал, что все будут любить вас, но тем не менее, старайтесь любить окружающих. Любите, как Иисус. И прощайте, не держите зла. Идите домой и примите горячую ванну. Приготовьте себе горячего чая, слава Богу. Или лимонады с кусочками льда. Сделайте себе леденцов. И порадуйте себя чем-нибудь вкусным. Наслаждайтесь жизнью. Ни о чем не переживайте. Не волнуйтесь. Радуйтесь жизни. Радуйтесь и веселитесь. Радуйтесь и веселитесь. Я серьезно, друзья. Когда вы обижены, и кто-то вас обидел, вам хочется как-то защитить себя, и при этом вы игнорируете свое будущее. Пора уже перестать так поступать. Мы должны прекратить принимать решения, защищающие наши эмоции, и начать принимать решения, защищающие наше будущее. Взгляните на последнюю часть Луки 10.19. Ничто не повредит вам. Вы можете быть эмоционально неуязвимыми. Мы можем стать непобедимыми людьми, потому что настоящее разрушение приходит в нашу жизнь не извне, а изнутри. Так же и успех. Как же мы можем достичь такого уровня, чтобы больше никогда не обижаться? Есть два способа. Правильный и неправильный. Сначала неправильный. Наша естественная реакция на обиду и способ избежать боли «Я обижу тебя первым». Это неправильный подход к данной проблеме. Вы не сможете избежать обиды, если будете стремиться нанести обиду первым. Почему? Потому что вы живете согласно принципу, который гласит «Давайте и дастся вам, мерую добрую, трясенную, нагнетенную, переполненную». Если вы сами обидите кого-то, то как вы думаете, что произойдет? Вас тоже обидят, мерую добрую, трясенную, нагнетенную, переполненную. И так это не решение. Второе. Мы ожесточаем свое сердце. Это неправильный подход. Нельзя справиться с обидой, ожесточив сердце. Потому что когда вы ожесточаете свое сердце, вы принимаете решение, что никого не простите и не забудете обиды. Дело в том, что когда у вас ожесточено сердце, вы не можете слышать Бога. Потому что Бог не может говорить с вами, если у вас ожесточенное сердце. И тогда вы теряете взаимоотношения с Богом и становитесь узником своей боли из-за того, что ожесточили свое сердце. Вы просто решаете, что теперь никого к себе больше не подпустите. Я буду просто отдельным островом. Буду держаться от людей подальше, потому что меня слишком часто обижают. И мне надоело терпеть обиды. Я больше не хочу иметь ни с кем ничего общего. Нет, Бог не может даже разговаривать с вами, потому что ваше сердце ожесточено. Третье. Мы притворяемся, что на самом деле нас не обижали. Это тоже неправильный подход, особенно если используется в браке. Когда вы притворяетесь, что вам не больно, вы теряете связь с реальностью. И это ведет к тому, что люди продолжают причинять вам боль снова и снова. Возможно, ваш муж говорит что-то обидное, а вы решаете, что не подадите вида и не покажете, что сказанное причинило вам боль. И поверьте мне, это ужасно, потому что будет ранить вас снова и снова. Потому что он не знает, что обижает вас, потому что вы не говорите ему, что это вас обижает. Четвертое. Мы решаем больше никому не доверять. Я больше никому доверять не буду. Как только я начинаю доверять людям, они подводят меня, и я больше никому доверять не буду. Итак, мы приняли решение больше никому не доверять. Знаете, к чему это приводит? Когда вы принимаете решение больше никому не доверять, вы становитесь циничным. Вы начинаете подозревать всех людей, с которыми встречаетесь. Никто, даже те люди, которые желают вам только добра, не смогут вам делать добро из-за вашего решения больше никому не доверять. Я просто устал. Я хочу уговориться, что я не убеждаю вас доверять всем без разбора. Но если вы отгородились от людей и решили, что хватит уже им доверять, это скорее всего лишит вас добрых друзей, а ведь эти отношения могли бы изменить вашу жизнь. Итак, все это неправильный подход к преодолению обид. Давайте рассмотрим правильные способы избавления себя от обид. Посмотрите на эти шаги. Как мне избавиться от обид? «Я не буду поступать неправильно». Первое решение, как избавиться от обид, можно найти в 6 главе послания Ефесянам. 6 глава, 16 стих. Вы узнаете что-то полезное для себя сегодня? Ефесянам, 6 глава, 16 стих. Прочтем вместе вслух. Готовы? Читаем. «Апаче всего, возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого». В расширенном переводе это звучит так. «Прикройте себя полностью щитом спасительной веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». И что это за раскаленные стрелы? Эти стрелы мысли, которыми дьявол пытается увлечь вас и вызвать определенные эмоции. И он говорит, что вы можете угасить их. Вы не можете остановить их, друзья, но вы можете угасить любые огненные стрелы, которыми стреляют в вас лукавые. Вы можете это сделать. Как? Он объясняет это здесь, в 16 стихе, с помощью щита веры. «Прикрывая себя щитом веры, вы можете погасить все огненные стрелы дьявола». А что такое щит веры? Мы знаем, что без Божьего Слова нет веры. У вас не может быть веры, если вы не знаете Божьего Слова, потому что вера приходит, когда мы слышим Слово. И в нас столько веры, сколько Божьего Слова в нашем сердце. А Божье Слово – это осуществление ожидаемого. И Слово Божье – это уверенность в невидимом. Послушайте, друзья, осознание Божьего Слова и есть вера. Слово и вера – это одно. Я упростил объяснение, чтобы вы могли видеть, что такое щит веры. Щит веры – это Слово Божье. Щит веры – это то, что о нас говорит Божье Слово, а не то, что о нас говорят другие люди. И когда вы поднимаете щит веры, то вы прикрываете им свое сердце и говорите слова из Луки 10,19, «Ничто не повредит мне». Это ваш щит веры. И когда в вас полетят раскаленные стрелы, они не смогут проникнуть в вашу жизнь, потому что вы подняли щит Божьего Слова. То есть вы ставите Божье Слово о вас выше мнения окружающих. Теперь то, что они могут сказать о вас, не проникнет в вашу жизнь, потому что щит веры прикрывает вашу жизнь. И если щит веры – это то, что Бог говорит о нас, значит, всякий раз, когда мы прислушиваемся к тому, что о нас говорят люди, мы опускаем наш щит. Когда мы допускаем, чтобы на нашу жизнь оказывали влияние разговоры людей о нас, мы опускаем щит. Когда мы больше прислушиваемся к мнению людей о нас, мы опускаем щит. Когда мы начинаем придавать сказанному о нас людьми больше значения, чем сказанному о нас Богом, мы опускаем свой щит веры. И в результате мы начинаем доверять мнению людей. Послушайте меня. То, что они говорят, не может защитить вас. А то, что о вас говорит Бог, может вас защитить. И вам нужно сразу сказать им об этом. Знаете что? Вы ничего не сможете, у вас ничего не получится. Они смогут убедить вас только тогда, когда вы опустите щит веры, Слово Божье, которое говорит о вас. «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе». Иначе вы беззащитны, и слова людей могут не лучшим образом влиять на вашу жизнь. Сказанное ими приклеится к вам. Если вы покрыты Божьим Словом, тогда, если они скажут, что вы всю свою жизнь будете в нищете, Божье Слово ответит. Знаешь что? Бог восполнит все мои нужды по богатству Своей славы, и меня ждет процветание. Они могут пустить стрелу, но она отскочит. У вас щит веры. Вас не трогает то, что говорят они, потому что не их вы слушаете. Но когда вы опускаете щит, раскаленные стрелы пронзают вас. Это потому что у вас не было щита. И это происходило так часто в нашей жизни. Мы открывали себя для боли, потому что игнорировали Божье Слово о нас. Мы открывали себя для страха, потому что игнорировали Божье Слово о нас. Щит веры может защитить нас, и мы должны поднять его. Когда они говорят о финансовом крахе, мы должны сказать, «Это не обо мне. Мой Бог обеспечит меня. Я буду успешен и богат. На моей жизни будет Божье помазание». Вас это не должно беспокоить. Но когда вы допускаете о себе мысли, подброшенные вам разными людьми, вас начинает волновать то, что они думают о вас. Знаете, этот грешный мир считает, что у нас не все дома, раз мы выбираем Бога. Они полагают, что причина вашего обращения к Богу — это сбои в вашем умственном развитии. Они считают, что только умственно неполноценные люди выбирают такую жизнь. Скажите своим приятелям, у меня хватает ума на то, чтобы не пойти в ад. Хорошо. У меня достаточно мозгов, чтобы понимать, что если я не обращусь к Богу, гореть мне в вечно в адском огне. Давайте поговорим о втором решении. Уделим этому пару минут. Второе. Для того, чтобы избавиться от обиды, вы должны простить обидчика. Простить и все. Вам не нужно ждать, пока вас посетит вдохновение на прощение. Не нужно ждать, пока вам захочется прощать. Прощение — это решение. Прощение — это решение. Это решение. Прощение — это не чувство. Это решение. Иногда мы думаем, если они попросят прощения или объясняться со мной, тогда я смогу простить их. Если они изменятся, тогда я прощу их. Если вы можете прощать только тогда, когда они меняются, тогда вы не прощаете, а продаете прощение. Пожалуйста, послушайте. Вы продаете им свое прощение. Вы не даете им свое прощение даром. Вот чем отличается истинное прощение от манипуляции. Простить значит не требовать ничего взамен прощения. Продать прощение значит простить лишь тогда, когда они изменятся. Но прощение дается даром. Нельзя ставить условия, говоря, если ты сделаешь это, тогда я тебя прощу. Это торговля прощением. Это не истинное прощение. Прощение не для продажи. Прощение — это дар. И прощать нужно независимо от того, что ваш обидчик делает или не делает. Поймите, Бог простил нас до того, как мы изменились, а мы хотим прощать только, если обидчик изменится. И это неправильно. Это неправильно. Мы не можем продавать то, что не предназначено для продажи. Проданное прощение никому не нужно. А многие из вас до сих пор ждут перемен, прежде чем вы даете прощение. Как я могу после того, что он мне сделал? Пастор, вы просто не знаете, что он мне сделал, и после этого я должен простить его, даже если он будет продолжать обижать меня? Да. Потому что нельзя допускать, чтобы поступки других людей определяли ваши поступки. Фрэнк солгал вчера, и Фрэнк долгал в прошлом году, и он лжет с тех пор, как я его знаю. Не нужно ждать, пока Фрэнк изменится, прежде чем вы начнете делать то, что должны. Вы дарите свое прощение. Вы принимаете решение простить. Вы принимаете решение прощать всех за все и всегда, несмотря ни на что. И когда вас кто-то обидел, вы уже настроены прощать. А мы еще жертвуем деньги и ожидаем финансового процветания в своей жизни. Но Иисус сказал, что если вы принесли свой дар к алтарю, и узнали, что имеете что-то против своего брата, просто оставьте свой дар у алтаря, и идите, найдите этого брата, примиритесь с ним, и потом возвращайтесь к алтарю, и тогда можно будет заводить разговор о процветании. Мне нужно продолжать. Третье. После того, как вы простили, вам не нужно вновь вспоминать свои обиды. После того, как вы простили, перестаньте опять бередить прошлое. Помните мальчика, который поранил коленку и наложил на рану повязку? И всякий раз, когда в дом кто-нибудь приходил, мальчик снимал повязку и показывал свою рану. Потом опять перевязывал рану, но на следующий день опять снимал, чтобы показать кому-то еще. И так, в течение нескольких дней, он снимал повязку, чтобы другие полюбовались его раной. Кто из вас знает, что рана не заживет, если ее постоянно бередить? Но ведь именно так мы и поступаем, со своими обидами и сердечной болью. Вы не можете избавиться от своей боли, потому что, когда к вам кто-то приходит, вам обязательно нужно еще раз рассказать о своей обиде. Даже если вам просто звонят, вы не упускаете возможности вновь пережить прошлую боль. И все ваши подруги знают, что вы перенесли большую обиду, потому что вы рассказали об этом всем. Вообще-то, ваши подруги избегают вас, потому что знают, что вы опять будете говорить о своих обидах. Им надоело выслышивать одну и ту же историю снова и снова. Они хотят, чтобы вы перевязали свою рану прощением и покрыли ее помазанием и Словом Божьим. Им надоело все это выслушивать. Дайте своей ране затянуться. Бог хочет исцелить ее. Четвертое. Перестаньте находить оправдание тому, что вы так легко обижаетесь. О, я ведь женщина. Я так ранима. Я итальянка. Вы знаете, как эмоционален мой народ. О, я испанка. О, си-си-си-си-си. О, я белая. Но, Иисус, я как чернокожая. И я белая, но я не понимаю, что происходит в моей жизни. И я так ранима. Я черный, и вы знаете, что нашего брата часто обижали. И вы знаете, что они построили Америку на моем хребте. И мне это надоело. Я больше не буду с этим мириться. О, я. Хотите знать правду? Вы знаете, почему вы так ранимы? Потому что прошлое заботит вас больше, чем будущее. Вы знаете, почему так уязвимы для обид? Потому что вы застряли в прошлом. Прочтите третью главу послания Филиппийца. Нам нравится говорить о прошлом и вновь переживать свое прошлое. Нам нравится делать это в церкви, проповедовать об этом. Нам нравится говорить о прошлом, и нам нравится вспоминать свои страдания. И чем больше вы это делаете, тем уязвимее становитесь для обид. Вы приучили себя к обидам. Филиппийцам 3.13 Посмотрите стих 13. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Апостол Павел говорит что-то очень важное, но мы не совсем хорошо понимаем смысл. Дело в том, что переводчики Библии несколько изменили смысл этих строк. Обратите внимание на слова «а только». Я хочу, чтобы вы получили откровение и поняли смысл, вложенный в эти строки апостолом Павлом. Теперь я прочитаю эти слова из другого перевода Библии. Послушайте, что здесь написано. Братья, вспоминая все, что было в моей жизни, я понял одно. Забывая заднее и простираясь вперед. Вот что здесь сказал Павел. Он сказал, вспоминая все, что произошло в моей жизни, я понял одно. Вот что я понял, вспоминая, сколько христиан погибли из-за меня. Вот что я понял, как я стоял и с одобрением смотрел на то, как камнями побивали Стефана. Вот что я понял, когда люди приходили ко мне и напоминали о моем прошлом. Вот что я познал на личном опыте. Забудь о том, что было в прошлом. Как мне это удается. Я простираюсь вперед к тому, что ждет меня впереди. Некоторые из вас проводят слишком много времени вороша прошлое. Ваше будущее не будет отличаться от вашего прошлого до тех пор, пока вы не забудете о нем. Ваше будущее не будет отличаться от вашего прошлого, пока вы не забудете о нем. Павел сказал, что он это понял. Вам что, нужно дожить до 80-ти и только тогда понять то, что понял он. Забывая о прошлом, я могу думать о том, чего хочу достичь в будущем. Все домогательства, ложь, обиды и боль. Но мне нужно жить дальше. Впереди меня ждет жатва. Павел сказал, «Может, я ничего другого так и не понял в своей жизни, но понял одно. Нужно забыть о прошлом». Забудьте. И отпустите. Ваш бывший муж жалкое ничтожество. Он причинял вам боль. И вот уже 10 лет вы не можете забыть об этом. Но поймите, что ваше прошлое вот-вот начнет пророчествовать вашему будущему. И вполне возможно, что вы встретите другое ничтожество, которое будет скрывать свою истинную сущность лучше, чем предыдущее. И ваше будущее не будет отличаться от прошлого. Потому что вы так долго не отпускаете его. Пятое. Перестаньте выставлять свои эмоции на показ. Дьявол стремится ударить вас там, где больнее. Если он знает ваши слабые места, то причиняет вам боль, и он будет бить именно по этому месту. Вот что делают некоторые из нас. «Дьявол, ты хочешь сделать мне больно? Смотри, здесь больнее всего». А мы должны делать то, что повелевает Библия. А Библия говорит, что мы должны... Мы должны смеяться над разрушением и голодом.